1319 год значит в связи с занятостью по работе я вынужден в эту неделю пропустить весь лингвистический цикл так как много времени занимает в отличие от исторического там надо изучать эти языки и так далее поэтому пока пропускаю на той неделе должно быть снова просто я не ожидал что такая будет загрузка в январе что вынужден откладывать историю пока держу она полегче потому что просто покороче материал там по годам амброджо лоренцетти никак нельзя пройти мимо это тоже выдающийся художник эпохи возрождения как раз в девятнадцатом году у него первая картина вышла неизвестно на самом деле дата рождения известна датировка первой картины вот этой вот мадонна с младенцем 1319 год он жил в сиене это где-то рядом с флоренцией флоренция как я уже говорил во всех отношениях вот близко было к современным представлениям то есть это рыночное такое демократическое государство что-то вот такое продак капиталистической там потом будут восстания прям пролетариата натуральные довольно демократическое экономически развитая вот какой-то такой предшественник будущих наших вот индустриальных этих капиталистических демократий ну и там же развивалась первую очередь идеология возрождения которая заключалась в том что нужно заниматься светскими делами исключить религию возродить античную культуру практичность там тело и так далее что нужно заниматься материальным миром и первым идеологом выступил данте который сразу же и выдал политическую программу что нужно отстранить от власти католическую церковь чтобы она нам жить хорошо не мешала ну а вот эти все значит художники они все это изображали своих картинах как мы будем хорошо жить когда прогоним попов феодалов собственно это сиенская республика он выражает идеологию республиканского государства съем это не флоренции но это где-то быть рядом и очень близко типологически они даже воевали с флоренцией там за гегемонию на районе но не победили в целом по первому уже первой картине видно что находится под влиянием джотто да то есть вот такая массивная девушка мужиковатая такая вот примерно также и джотто рисовал своих мадон но в то же время достаточно такая реалистичная ранние его работы под влиянием джотто потом он отходит и вырабатывает свой уже стиль то что флорентийцы все-таки сильные были они распространяли и определенные стандарты области искусства и литературы и так далее но довольно быстро появились и местные школы дальше после мадонны у него есть работа мученичества францисканцев францисканцы поскольку время пытались проповедовать они посылали в мусульманские страны как правило это было все бессмысленно мусульмане не только не обращались но поскольку шла почти постоянная война крестовые походы как правило они их убивали считая их шпионами в данном случае тоже в город сиута марокканске отправились францисканцы где их арестовали и убили вообще-то там рядом фронт значит в гранате проходит и в это время как раз тоже 319 год кстати опять крупные сражения вот там под гранатой разбили опять христиан мусульмане опять наступают но отказнили этих францисканцев и соответственно в глубоком тылу написал броджа картину по поводу вот этих всех казненных дальше у него известная работа маэста вот она правда не полностью сохранилась довольно такая симметричная гармоничная мадонна 8 святых прославляют мадонну почему-то любят ее комментировать искусствоведы американские несколько комментариев прослушал недавно по поводу этой фрески но вот видимо потому что все-таки реалистичные фигуры святых и мадонны а сам сюжет вполне такой еще средневековый крылья за спиной еще такое где-то она так на грани возрождения и средних веков после этого еще у него были известны работы там же в основном он все это писал у себя в сиене в своем городе благовещение у него неплохое такое довольно уютное ну и кстати мадонна на женщина походит наконец-то там благовещение ну и самые его известные как раз возрожденческие работы это фрески в палацу публика это конец 30-х годов скорее всего амброджи как там в самой сиене говорят умер во время эпидемии чумы в 1348 году но 30-е годы еще перед чумой это были годы максимального расцвета флоренции сиена и италии они не думали что придет чума как раз италия переживала прям максимальный подъем но вот значит его самая известная работа аллегория доброго правления то есть тут как бы он изображает как должна выглядеть хорошая правильная жизнь когда идеалы возрождения существуются она аллегорически написаны тут всевозможные фигуры они изображают допустим над правителем вот это правитель там центре да такой старик он выборный правитель то что то сиенская республика президент некий такой мудрый до над ним вера надежда любовь и по бокам идут уже такие мирские всевозможные добродетели что у нас тут мир силу благоразумие правосудие умеренность великодушие так далее все очень красиво написаны реалистичные виде таких женщин и тут тоже очень много любят комментировать потому что реалистичность довольно высокая в отличие от традиционных они аллегорически но они были как реальные женщины ямы написаны с натуры но и все окружающие это все тоже так сказать аллегории романа розе я недавно комментировал них аллегорическое искусство очень сильно было развито далее рядом вот с этой же фреской о правильном правлении изображены плоды доброго правления то есть изображен некий вот гармоничный мир именно на земле до котором все счастливы и все хорошо в полях виноград в городе строят новые дома там люди все танцуют и прочее то есть вот он идеал возрождения чтобы на земле устроим красивую жизнь если у нас будет справедливое правление вот она собственно все и пошло примерно вот тогда же петрарка который уже последователь данте про которого я тоже должен рассказать он все это излагает уже и в текстах ну там писал все с натура говорят эти места можно узнать которые он писал вот этого трус что-то типа русалки с крыльями красивой такой это безопасность она над полями парит и обеспечивает их безопасности на полях виноград в руке она держит повешенного то есть понятно что безопасность обеспечивается тем что вешаем всем всех кто нам мешает всех преступников всех врагов мы повесим и будем жить хорошо вот такие идеи он написал и плохое вот плоды дурного правления когда правит тиран руке у него значит бокал с ядом тиран такой на черта походит над ним парят всякие гадости у ног его связанные правосудие вокруг всяческие подонки которые осуществляют злое правление ну и что интересно тут нет ничего христианского нигде это все аллегорические фигуры совершенно светские и в этом усматривают тоже определенный вызов то есть во первых он это доброе правление связывает с республикой да там даже никакой добрый правитель не выглядит какой-то церковник или какой-то князь или какой-то король это именно они все в в одеждах выборных лиц сиенской республики да то есть доброе правление это светская республика секулярные ни одного попа на картинке нет она обеспечит значит процветание чисто материальные нарисованы там на картинках а злое правление это тиран это как раз вот если какой-нибудь рыцарь там будет править сиеной вот у него будет злое правление будет война и так далее другое название этих картин война и мир еще называется то есть вот мир это хорошая демократическая война это плохое вот авторитарная так что идеология тут вполне такая четко видна которая в дальнейшем будет реализованы как они считали что они уже реализуют петрарка уже говорил что средние века окончились началось возрождение хотя в реальности конечно борьба еще только начиналось